Эй, йоу, с вами училка английского. Вот, накормите богатых, правильно? Кем? Детьми. Видите, как наш мозг хочет на самом деле, когда... Может, когда хочет. Ну, это, наверное, закон нашего времени, вот эта скоротечность контента, на которой построен как раз и TikTok. Типа, ребят, подождите, мы только-только начали. Друзья, всем привет! Наконец-то долгожданный новый сезон вашего любимого, лучшего в мире подкаста об инсайтах, интересных идеях, интересных людях. Терминальное чтиво. Подкаст выходит в видеоформате, в дистанционном формате. Мы осваиваем новые технологии, все эти зумы. Ну, мы сами практически зумеры, поэтому нам все легко, а наши гости все крутые, продвинутые, им тоже легко. И сегодня с вами, как всегда, мой бессменный соведущий, человек, который вдохновляет миллионы, миллиарды людей по всей планете своим театральным искусством, своей харизмой, своим красноречием. Это Александр Фарсайт. Я, Гриша Мастридер. И у нас замечательная гостья, училка года, самая популярная, пожалуй, в России учительница английского языка. Мария Батхан. Мария, привет. Всем пламенный хеллоу. Привет, ребята. Здрасте. Спасибо, что подключилась к нам сквозь столько тысяч километров. Ты находишься сейчас в Израиле, если я правильно понимаю. Да, последние семь лет я нахожусь в Израиле. Живу здесь. Как проводишь карантин? Как проводят карантин популярные инстаграм-блогеры? Welcome to my world, как говорится. Добро пожаловать в мой мир, моя жизнь с один сплошной карантин. Я работаю в офисе, в своем же доме, в своей же квартире, поэтому ничего не изменилось. Как сидела дома и выходила один раз в неделю, наверное, на улицу, так и продолжаю сидеть. Правда, у меня появилась собака за время карантина, мы ее нашли на улице. Вот, немножечко с ней еще выхожу из дома. Кайфово. Как вы, ребята? Кайфово. Мы... Ну, Александр, расскажи, у тебя более интересные, наверное, лопятся. Во-первых, у меня вопрос, как будет сидеть Сиднем по-английски. Вот, чтобы я знал. Мы будем стараться переводить весь русский фольклор на английский. Его просто может там не существовать. Stay home. Можно я переведу? To sit like Sydney. Sydney. Sit like Sydney. А вот этот ответ меня устраивает. За великий английский язык. Ура. 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 Ну что, рассказывай, Александр. За язык Шекспира и Грега Мастридера. Ну, ладно, значит, я сижу на данный момент в Кирове, вот, город Вятушка-Матушка, вот, сижу здесь, запертый на карантине, поскольку я приехал сюда поставить спектакль. И в этот момент театр заперли на ключ, и таким образом заперли на ключ еще и меня. Так что вот сижу, собственно, у меня много чего изменилось в связи с карантином, но я очень рад, есть время подумать о высоком. А Грег, вам слово, Грег. Я, кстати, прокомментирую, что для любителей терминального чтива прям самых преданных, наверное, это не будет новостью, но для тех, кто не в курсе, в моем инстаграме каждую пятницу я провожу большие карантинные стримы. Если вам интересно, чем сейчас живет и дышит, например, Farsight или я, мы там подробно рассказываем, как мы проводим карантин, продуктивность и так далее, в инстаграм подключайтесь, ссылка будет в описании и подкаста, и видео. А я, ну, я просто скромно произвожу контент, как машина по производству контента, наверное, мы тут с Марией похожи, просто я, к сожалению, пока еще не настолько популярен, но учусь у лучших. Вот интересно, кстати, Мария, вопрос к тебе, как изменилось потребление контента людей вот в эти времена? Стали ли они больше смотреть твои истории? И вот потребление именно контента по английскому языку, то есть есть такое, что все ринулись сейчас самоулучшаться или это все миф? Есть, конечно, конечно, все ринулись онлайн работать и все ведут бесконечное количество прямых эфиров. Людей стало больше онлайн, но борьба, конкуренция за внимание зрителя, она, конечно, увеличилась, и я это очень чувствую, потому что вроде бы все онлайн, просмотры снизились, я понимаю, потому что Робби Уильямс сейчас ведет лайв онлайн. Как бы с ним сложно конкурировать, все слушают его карантина караоке, и конкурировать сложнее стало за внимание. Но люди сначала боялись, видно было, что какой английский, ты че, надо гречку покупать. Потом успокоились, поняли, что в сериалы посмотрели, надоело, пора развиваться. И учат, учат английский, что приятно. Это достойно, это достойный выбор учить английский на карантине. Для тех, кто сидел в катакомбах последние несколько лет, замечу, что у Марии более миллиона подписчиков в Инстаграме, более 300 тысяч подписчиков на Ютьюбе и более 200 тысяч подписчиков в нашей любимой социальной сети ТикТок. Кстати, расскажи про ТикТок, потому что это тема, которую мы любим обсуждать. Это настолько непонятно, это какой-то другой мир. И как тебе, человеку, все-таки ближе к поколению не ТикТокерскому. То есть ТикТокерское поколение 15 лет или 10 лет. Я, например, динозавром себя ощущаю, когда захожу в ТикТок, как тебе удалось захватить такую огромную аудиторию. Причем так быстро. Ты же 100 тысяч за одну ночь вроде бы получила подписок. Это верно, да. Это очень странно произошло. На самом деле, просто желание... Так, нет, не желание. Победить одного конкурента, скажем так. Потому что... Саша, койн, ты ответишь. Нет. Захожу я как-то в ТикТок и вижу. Мария Батхан, 60 тысяч подписчиков. А я-то знать не знаю вообще про ТикТок. Ну, знаю, что там дети пляшут. Все. Смотрю, думаю, мои же видео из Инстаграм. И 60 тысяч подписчиков. Думаю, откуда? Как так? Кто-то создал аккаунт под моим именем и выставляет мои же видео из Инстаграма. Такая, эээ, слышь, я тоже так умею. И создала аккаунт. И тоже начала заливать свои же видосы. Соответственно, пожаловалась на тот аккаунт, у которого там было 60 тысяч подписчиков. Его удалили. Я потому что подтвердила свою личность. Подтвердила, что это моя интеллектуальная собственность. И, в принципе, быстро набрала те же самые 60 тысяч подписчиков. Там за раз практически. И вдруг просыпаюсь. У меня миллион просмотров под каким-то видео очень обычным. Которое в Инстаграм, ну, набрало там какие-то свои обычные просмотры. Не знаю, 300 тысяч, 400 тысяч просмотров. А в ТикТоке миллион. За один день, наверное. И количество подписчиков резко выросло. Не понимаю этого зверя ТикТока. Не понимаю пока его алгоритмов. Но сейчас, конечно, уже подписчики так не приливаются. Как было в самом начале. Это очень чувствуется. И сейчас надо осваивать все новые соцсети на всякий случай. Потому что не знаешь, где что выстрелит. Потому что в Инстаграм, конечно, конкуренция выше. В Ютюбе, понятно, мы уже все, не знаю, на дне где-то лежим с новым контентом. Вот. Поэтому надо. Надо не бояться. Единственное, что чуть-чуть надо поменять формат. Хотя бы элементарно, из горизонтального в вертикальный. Хотя бы. Потому что там другой формат видео. А все остальное плюс-минус одни и те же люди. Так же, как и мы, динозавры, приходим сейчас в ТикТок. И нам нужно будет свой контент. Интересный, который мы привыкли смотреть на других площадках. Динозаврский контент. То есть тоже должен иметь право на существование на этой площадке. Конечно. Подписывайтесь на наш динозаврский контент. А мы дадим ссылку обязательно в описании ролика на ТикТок Марии. Я, честно говоря, я в восторге от ТикТока. Мне мои друзья, вот Федя Букер, например, у нас эксперт в нашей творческой организации Фабума Гэнг, скидывают разные ТикТок видео. И я такой сижу, типа, а что так вообще можно было сделать? Столько молодых талантов, столько креативных гениев, не побоюсь этого слова, творят. Вот ты что-нибудь смотришь на ТикТоке? Залипаешь какие-нибудь там мемчики, видосы, может быть? Какие-то сценки? Или ты только производитель контента? Нет, конечно, когда я захожу, я зависаю там на какой-то ерунде, естественно. Но есть очень талантливые люди. Например, девушка там красит себя полностью, делает такой мейкап, что она превращается то в Бритни Спирс, то в Чарли Чаплина. Но я не знаю, даже если я подписана на нее, я не знаю вообще, как вернуться к этим видео. Я не знаю, как это работает. Просто успел, посмотрел, не успел, не посмотрел. Вот я настолько динозавр тоже. Ну, это, наверное, закон нашего времени, вот эта скоротечность контента, на которой построен как раз и ТикТок. Ты посмотрел один 15-секундный ролик, потом свайпнул, посмотрел следующий и так далее, ничего не сохранил. Но есть вечный контент. Например, подкасты терминальное чтиво. Александр, ты согласен? С тем, что наш подкаст вечный? Да, что на виниле можно издавать. Да, да, абсолютно уверен, что это необходимая мера. И странно, что мы до сих пор этого не сделали. Пишите в комментарии. Мне понравилось, как Мария калькировала английскую схему построения предложения. Типа, я не знаю, если я на нее подписана. Вот, и я такой, она реально ученка английского, точно. А, точно, точно. Вот так вот. А есть такое. Да, вот так вот я как хороший сотрудник гестапо раскрыл, что на самом деле вы шпионка. Вы шпионка. Да, да, да. Ну, я смотрел интервью одного Марии, и там она тоже говорит, что это занимает что-то там... Ну, короче, takes much time. Это берет у меня. Берет у меня время. Берет у меня время. Да, берет у меня время. И это показатель того, что человек, он дышит английским. Он думает на нем. Респект, на самом деле. Вот. Мария, ну, если мы вернемся к обсуждению разных площадок. С тиктоком, понятно, значит, там зумеры сидят, сидят уже динозавры. Можно расти, быстро растущая площадка. Инстаграм, вот у тебя там миллион подписчиков. Смогла бы ты набрать вот сейчас этот миллион, если бы ты сейчас стартанула? Или уже вообще не вариант там вырасти? Ну, это требует больших денежных вложений, если честно. Я вижу сейчас, на данный момент, всех миллионников и вижу, насколько они разные. Вижу, есть миллионники, которые сидят вечно в гивах. И, конечно, завидки берут, потому что я вижу, как они быстро растут. И не знаю, на самом деле, насколько у них качественная аудитория, потому что я не вижу их продажи, я не вижу их статистику. Но это не мой путь. Я знаю точно, что я бы, если бы начинала бы с нуля, я бы, во-первых, бы трещала бы на всех своих других площадках, что, ребята, я почему-то заново начинаю свой Инстаграм. Если что, подписывайтесь на меня. Поэтому я имею несколько запасных аккаунтов. Например, аккаунт специальный, на котором я сохраняю свои полезные сторис, потому что сторис сгорают, а я в них вкладываю столько сил в эти свои сторис. Мне как бы жалко, если они через 24 часа сгорят. Я там переодеваюсь, крашусь, и тут хопа, здрасте. Ну, в смысле, переодеваюсь в костюмы каких-то героев. Мне жалко, если такие сторис сгорят. То есть я веду специально еще один аккаунт, где тоже есть большая аудитория, там, не знаю, 200 тысяч подписчиков, которые следят вот за этими сторис тоже. И я знаю, что у меня есть каналы, через которые я буду обратно собирать, если вдруг что-то там случится с моим каналом. Но все же я буду продолжать вкладывать деньги в рекламу, и я буду максимально выпускать полезный, бесплатный контент для того, чтобы снова собрать свою аудиторию. Но не хотела бы говорить на заново. То есть реально ты думаешь все-таки это сделать? С денежными вложениями? Конечно, конечно. Реально. Ты планируешь захват Инстаграма, или ты какие-то странные вопросы задаешь? Ты что-то задумал? Да, да, да. Ты что, не видел, Александр? Или ты хочешь миллион подписчиков? Я хочу, конечно, миллион даже мало, но хотя бы миллион для начала. Я уже начал закупать рекламу в Инстаграме, у меня уже там 8 тысяч подписчиков. Александр, ты что-то пропустил. Все, 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 я прости. Рост, рост идет. Sorry, sorry, бро, excuse me. Ну, надо понимать еще, для чего этот миллион подписчиков. Как бы вкладывать большое количество денег для того, чтобы тебя просто узнавали на улице. Я не знаю, как это. Ну, другое дело, если ты начинаешь продавать рекламу на этом аккаунте, или ты продаешь какие-то курсы свои, я, например, знаю, что вкладывая какую-то сумму, я знаю, когда она ко мне может вернуться. Потому что у меня правильно выстроены продукты. Но это тоже как бы вопрос такой. Можно на самом деле зарабатывать с маленьким количеством подписчиков в том числе. Потому что если у тебя суперкрутая аудитория, на тебя подписано 8 тысяч человек, но все хотят стать твоими клиентами, я не знаю, если ты что-то продаешь уже. Но скоро, наверное, это будет стоять. Я продаю людям методы рационального мышления и трансгуманизма. У меня чуть-чуть другая тема. У меня не совсем бизнес, у меня социальный проект, но все законы те же работают. Да, я знаю, ты делаешь изучение английского языка доступным каждому. Это круто. Респект. Конечно. Валюм для народа. Настоящий валюм для народа. Только так. Обязательно. Английские массы. Расскажи, пожалуйста, про специфику своего производства контента. Потому что многим подписчикам будет это интересно. Вот сколько часов в день ты этому посвящаешь? Сколько времени нужно на то, чтобы придумать, записать, смонтировать там одну там, например, сториз? Потому что я вижу, что это очень профессионально и что в это явно вкладывается куда больше времени и сил, чем думают люди, которые просто подписались, такие, о, прикольный сториз. Только профессионал видит, что это профессионально. Потому что на самом деле человек, ну, вся магия в том, что человек думает, что опа, села, записала, хопа, 15 секунд, хопа, записала, быстренько, раз, два. Конечно, времени уходит очень много. Очень много. Потому что я прихожу с утра вот в офис, здесь закрываюсь, включаю свет и, во-первых, готовлюсь. Я пишу какой-то для себя план, на какие ролики я бы хотела снять, какие темы осветить. Я все-таки надеюсь, что человек, который на меня подписан, он как бы светит, смотрит, копит какие-то знания, и я не могу на него обрушить там виды условных предложений, когда вчера мы учили артикли. Я как бы стараюсь его немного готовить, чтобы он шел за мной по следам моего учебного плана. Вот, поэтому... То есть, отойдете в сторителлинг? Вот это могу сказать точно. Бывает такое, что я прихожу и понимаю, что я вообще не знаю, о чем снимать. Просто ноль, вообще ноль. Белый лист. Но у меня есть план, по которому я иду. Я крашу губы, я ставлю свет, я ставлю штатив, телефон, микрофон, и случается какая-то магия. Я не знаю, как мышечная память или что, но что-то случается. Или я захожу в директ, я вижу какие-то вопросы, которые мне задавали подписчики, и я на основе этого вопроса начинаю какую-то тему придумывать, и потом вдруг рождаются какие-то образы, и потом вдруг я понимаю, что условные предложения это на самом деле четыре типа мужиков. И за одного надо выходить замуж, за другого не надо. Потому что один балабол, и его обещания никогда не сбудутся. Например, второй или третий тип условных предложений. А первый тип, это когда, если ты мне позвонишь, я приду. Четко, все по делу, и отличный вариант для того, чтобы выйти за него замуж. Я не знаю, если это звучит как сюр для людей, которые не следят за мной, но вы понимаете, о чем речь, да? Вы же продвинутые ребята в английском языке. Мария, да, конечно, в курсе, и честно говоря, вот лично меня очень вдохновляет и впечатляет то, как ты харизматично преподносишь весь этот контент с шутками, прибаутками, вот этими практическими примерами про четыре типа мужиков и так далее. Но единственное, я все-таки перед тем, как мы перейдем к следующей теме, хотел спросить, а сколько часов в день вот, чтобы все поняли, что блогерам быть нелегко и что это тяжелый труд, вот сколько занимает составление всех этих планов, подготовка, настройка, придумывание этих, этого контента, от съемок, вот в день, сколько ты работаешь часов? Сколько я работаю часов, наверное, восьмичасовой день спокойно, то есть каждый день прихожу и работаю. Я знаю, что я могу сделать себе в любой момент выходной, но мне потом эти часы придется отрабатывать, потому что скопятся сообщения в рабочих чатах, будут копиться сообщения в директе, запросы и так далее, но сколько прям снимаю, ну, наверное, часа два точно, прям вот себя на камеру сижу, записываю, часа два, где-то так. Круто, круто, работа, конечно, не такая простая, как многие может показаться, и получается, выходные у тебя вообще бывают? Ты делаешь себе дни, когда ты не делаешь сторис, например? Шаббат, шаббат, суббота, конечно, выходной. Ну, хорошо. Мы не держим субботу, как все израильтяне, в основном, религиозные, но такой день, когда у нас в Израиле ничего не работает, просто ничего, не торговые центры, не магазины, ничего, и ничего не остается, как сидеть дома и просто не работать. Один день хотя бы. У тебя же офис дома. А дети, куда деть детей? Выходной день. Никуда. Можно запирать их в ванны, а можно, как Джонатан Свифт предлагал. Ну, ладно, это плохая идея. Думаю, да. А что он предлагал? Ну, я не осмелюсь даже сказать. Ну, у Джонатана Свифта был потрясающий памфлет под названием «Скромное предложение», где он предлагал ирландских детей сдавать на мясо. Я думаю, это ранит чувство матерей слушателей вашего подкаста. Мне очень нравится этот памфлет. Я обожаю Джонатана Свифта, я считаю, что он гений, красава просто. Ну, вот про Гулливера он мощно написал. Да, но это в том же духе, что и про Гулливера, то есть это сатирический... Сатира. Да, конечно, конечно. Он был тонким троллем. Он же обличал в путешествиях Гулливера он обличал все существующие политические фракции, какие только существовали. А в скромном предложении он просто условно довелся до абсурда и говорит, если Великобритания настолько забила на Ирландию, настолько забила на то, что она нищая, может быть, и детей на мясо сдавать. Ну, типа, вот такая логика. Просто жанр памфлета предполагает абсолютно серьезный щит. То есть он такой вот-вот накормите богатых. Правильно? Кем? Детьми. Жестко, жестко. Мария, давай про что-нибудь более позитивное. Просто вино в его бокале заканчивается, поэтому мы много еще интересного услышали. Вино никогда не заканчивается на нашем подкасте. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Чирс. Да, ставить нельзя. Нет, мне нельзя пить. Мне нельзя. Суббота это славно. Суббота это великолепно. Шаббат это прекрасно. Шаббат это, я думаю, какая-то религиозная штука. Нет, шаббат просто переводится сурита как суббота. И это прекрасно, когда есть возможность выключить гаджеты. Мы не выключаем, конечно, гаджеты. Окей, мы не там. Мы еще не там. Но это прекрасно, когда есть день, когда ты полностью офф. Выключен. Надо, надо, надо чаще отдыхать. Дорогие наши подписчики, кто перерабатывает, остерегайтесь выгорания. Это все, конечно, опасно. Именно поэтому религиозные идеи, они имеют смысл хотя бы, хотя бы вот в таких практических, прагматичных вещах. Иногда надо отдыхать. Мария, вопрос про твои замечательные методики. Я знаю, что у тебя многое основано на интервальном повторении. И мне кажется, что этот метод, он преступно недооценен в традиционной педагогике, в традиционных методиках изучения английского языка. Расскажешь поподробнее про него и про его эффективность? Да, с удовольствием. Интервальный метод повторения, это, мне кажется, лучшее, что мы можем сделать для нашей памяти, потому что наш мозг хочет побыстрее выплюнуть все, что мы туда складываем. поэтому важно не то, как мы это учим, важно то, как мы новую информацию повторяем. И это не только про английский язык. Здесь я ваш подкаст, кстати, слушала буквально недавно про память. Это просто все по следам моей методики. Я очень рада, что я ее не с головы взяла, а именно на основании каких-то научных трудов о том, что надо правильно повторять, что через час вся новая информация, она хочет покинуть наш мозг, поэтому нам надо как можно скорее успеть это поймать за хвост и обратно засунуть в голову. Затем через три дня повторяем снова, через день, давайте так, через час, через день, через три дня, через неделю. Вот это идеальная схема. Вот. Я понимаю, что изучение английского у моих студентов это не главное дело их жизни. Я вообще не рассчитываю на то, что на меня подписаны там лингвисты, хотя их тоже очень много, и другие педагоги тоже подписаны, но мой контент не для них. Мой контент для тех, кто живет нормальной жизнью и английский для них это что-то такое окей, прикольно знать. Я как бы не готов на это тратить кучу времени, но было бы классно знать английский. Вот так. Поэтому надо правильно информацию повторять. Я еще использую очень много метод ассоциаций, когда какое-то слово мы так же засовываем в голову, скажем так, такой вагончик, который хочет уехать пустым, а нам надо как можно быстрее туда и как можно больше туда слов поместить и заставить их там жить своей жизнью в нашей голове. Но чтобы туда в этот вагончик их поместить, нужно какую-то ассоциацию для того, чтобы закрепилось. Например, представим, что мы заходим в вагон метро и видим разное количество людей и у одного из них ведро на голове. Я думаю, что мы запомним и обратим внимание на того, у которого ведро на голове. Вот так же я придумываю всякие смешные ассоциации к словам для того, чтобы легче они запоминались. Давайте попробуем, может быть, сегодня какой-нибудь эксперимент. Да, проведем. Давай. У меня есть такой метод, называется метод пяти пальцев. Инструмент, который всегда у нас под рукой, вернее, это и есть рука, да, пять пальчиков. Попробуем посадить на эти пальцы по слову. Каждое слово мы как-нибудь придумаем особенным образом, я не знаю. Какие-то слова возьмем из уровня intermediate, up intermediate, но запомнить их могут все, которые даже начинающие. Это не то, чтобы какие-то слова, дожить еще надо, чтобы тебе это слово узнать. Нет. Возьмем, например, слово pedestrian, пешеход. Знакомое, да. Вам знакомо. Я вспомнил, пройдите, пожалуйста. Я вспомнил, какой-то гулял по сети, полумашинный перевод песни «Пусть бегут пешеходы, пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам». Там такой художественно-машинный через дефис перевод, и там было «Let pedestrians hurry with their eyes full of worry». И дальше там что-то было, я просто помню, как крокодил Гена вот это поет. Так, pedestrian. Отлично. Вот мы запомнили песенку, где, это супер, если есть какая-то яркая ассоциация, вот от нее не стоит избавляться. Вот мы сейчас все запомнили, что бежит Гена и кричит «Let pedestrian hurry». Супер. «Pedestrian». Я запоминала так, что переходит человек в дорогу в неположенном месте. Это «pedestrian». Почему-то мне это звучит как какое-то матерное слово. Не знаю. «Pedestrian». Окей. Кому как. Вот кто как запомнил. И берем, прям смотрим на указ... Нет, на большой палец, например, и говорим «Вот это pedestrian». Вот это... Или лучше вообще это слово посадить на средний палец. Чтобы этому «pedestrian» показывать. Да, так удобнее? Окей. На средний палец посадили «pedestrian». Произнесем несколько раз вслух, и все наши слушатели, надеюсь, тоже произнесут, скажем «pedestrian». 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 вот именно «pedestrian». «Pedestrian». Запомнили. «Пешеход». Да? Хорошо. Дальше. На большой палец. На большой палец можно поставить слово «effort». «Позволять себе». «Effort». «Я могу позволить, например, себе... Ну, как бы хотелось бы «Мерседес», но могу позволить только «Fort». «I can afford». Запомнили. «Effort». Да? Окей. Большой палец типа. Ну, «Fort», «Fort». Тоже класс. Вот покажем. Ну, прикольно. «Класс». «I can afford». «Fort». Скажем. «I can afford Ford». Повторим. «I can afford Ford». «Fort». Да, эмоционально. Обязательно эмоция должна быть в изучении английского, потому что... Ну, вообще, в принципе, английский язык, он такой очень «too much». Все «too much». Когда я приехала из Америки, приехала в Россию, я разговаривала вот именно с такой интонацией, и мама так все... «Ты че?» «Ты че?» «Тебе все хорошо?» «Ты пьянаешь?» «Люди из этих видео с Брайтона». И потом я пошла в шоп, а там ничего не было. Абсолютно. Абсолютно. Купила там кое-какое stuff для home. Кстати, это тоже есть у меня упражнение такое, называется «Русский в Бруклине». Когда мы все эти сложные слова, которые не можем запомнить, мы вставляем в какой-то русский текст. И есть контекст, и туда помещаем это слово. Тоже классно запоминать так слова. Как вариант. Да. Так вот, идем дальше по руке, да, пять пальцев. Метод пяти пальцев. Помним, какое у нас было среднее слово? Конечно. Pedestrian. Pedestrian. А на большом пальце? Effort. Effort, да. I can afford it. Я могу позволить себе. Это прям... Почему это слово, оно в уровне up-intermediate? Потому что, ну, не up-, там, intermediate, только средний уровень, потому что это не позволять let, а позволять себе. И это странно, как бы все ошибаются здесь. И говорят, I afford myself. Нет, просто afford. Effort, это уже позволять себе. I can afford it. Я могу себе это позволить. Так, еще посадим какое-нибудь словечко на указательный палец. Указательный палец. Раз по машинам пошли, давайте сделаем arrange. Arrange. Что значит организовывать. arrange. Arrange. Да, как бы хотелось бы... Я у меня форт, что в принципе нормально, но хотелось бы range. Range. Arrange. Организуйте-ка мне. Arrange. Arrange. Так, хорошо. Arrange. Супер. Так, это мы знаем. Средний палец взяли. Здесь будет слово, ну, безымянное. Пусть будет делать предложение. Да, ну, место для колечка. Propose. Propose. Propose, да. Propose. Какие ассоциации есть? Ну, безымянный палец. Пополз. Кольцо. Ну, кольцо. Кольцо. Нам надо сделать со словом Propose. Поза. Поза. Поза, ну, на колено, типа, предложение делает, да? Да, да. Ты на коленях? Все позы, только просто свадьбы. А, прикольно. А я думал, что, типа, ты на коленях от ювелирного магазина до этого пальца Propose. Propose. Отлично. или Propose. Делать предложение. Propose. Да, супер, огонь. Оставляю. И последний мизинчик, какое-нибудь словечко. Я знаю, это понравилось моим студентам, я вам скажу. Eager. 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 Да, это значит, сложно перевести, потому что это как бы желающий, жаждущий выступить. Например, спрашивают Who is eager to speak? Кто хочет? Кто желающий? Who is eager? Игорь Николаев. Я. У меня на мастер-классе, на мастер-классе, я говорю, а давайте запомним слово Игорь. Такие, ну, давайте Игорь. Ну, такие, что, не знаю. И тут на экране появляется Игорь Николаев, такой прекрасный, с своей шевелюрой. И просто зал взрывается хохотом. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь. А я не знаю, а по-моему, это потому что пять причин, это пятое, понимаете? Это же мизинчик. все сошлось. Все сошлось. Смотрите, как наш мозг хочет на самом деле, когда, может, когда хочет, вот так скажем. Может, когда хочет. Если у нас есть цель запомнить пять слов, больше пяти не надо. Как бы у кого шесть пальцев на руке, то не надо. Это лишнее. Достаточно пять. Вот. Поэтому у кого меньше, нормально тоже. Чите по четыре слова. Ладно. Excuse me, Greg? Yes? Do you remember all the words? Да, смотри. Короче. Игорь, мизинец, Игорь Николаев. Безымянный палец. Перевод, подожди. Надо переводить. Игорь, жаждущий, жаждущий что-то сделать. Сделать предложение, предложить, безымянный палец. Средний палец, pedestrian, указательный палец, это afford, ну, pedestrian, пешеход, afford, позволить тебе. И, значит, этот класс, это arrange, организовать. Да, мы наоборот запомнили, но тоже нормально. Мы наоборот запомнили, что afford, клево, arrange, это же вот так. Организуйте мне. Да, да, да. Бро, ты lame, ты lame, ты не запомнил, какой из пальцев что. Ты просто, you totally suck, my friend. Ничего у тебя не вышло. Это прекрасно. Наоборот, свои ассоциации, ваши ассоциации могут быть очень странными. У кого-то, на среднем пальце будет arrange, или там, не знаю, afford скажет, а что могу себе позволить, вот, на тебе, средний палец. I can afford it. Ну, например, все что угодно. И когда у вас появляются какие-то, эти пять пальцев, на самом деле, будут уже как персонажи. На среднем пальце будет какое-то такое шалун, какое-то словечко такое, которое 18 плюс. здесь будет указательное, там, не знаю, какое-нибудь строгое слово, типа strict, строгий, ну, какой-то строгий, чу-чу-чу-чу-чу-чу. Вот. А тут на большом пальце класс какое-нибудь такое прикольное словечко, не знаю, типа super duper. Кстати, неправильно говорить, да, super puper, знаете? Super duper. Super duper. А почему super puper нельзя говорить? Ну, потому что puper. это типа человек, который в туалет ходит по-большому. Да, да. Но на русском, на русском puper это чувак, который скачивает с YouTube видео и делает из них нарезки. И это на русском будет puper. И, соответственно, super puper. На русском это не так уж и плохо. Вот. Но если кто-то путается и не знает, как говорить super duper или super puper, слушайте трек Hobson, где он super duper fly. Да. Учить по песням это тоже супер. Особенно никто никогда не знает, какие песни у вас любимые. Учите именно ваши любимые песни, разбирайте эти куплеты и если уж вы и так их орете, поете, ну, хотя бы будете понимать, что о чем поете. Это важно. Вообще, кстати, про супер, это сейчас уже Оксфордский словарь говорит, что это отстой какая-то old-fashioned. Becoming old-fashioned написано, уже становится устаревшим. Типа, ребят, подождите, мы только-только начали. супер использоваться. Ну, не говорят особо молодежь супер, говорят, что это там awesome, да? И то, cool тоже это девяностые, типа, сейчас какие-то другие слова. Сейчас cool сказать на английском это как сказать ништяк, понимаешь? Волк, я вспомнил. Ништяк уже не говорят? Блин. Ну, ништяк это такое rare. Окей, окей, ну, ладно, хорошо. It's so woke, W-O-K-E, сейчас вот мне кажется, круто вот в этом смысле зумеры говорят, во всяком случае. Так, окей, ну да, хорошо. Но да, скорее всего, в ТикТоке еще как-то по-другому говорят, мы не разбираемся. Ох уж я в этом ТикТоке. Ну, Мария, ты прогрессивнее нас в этом плане, мы еще пока не завели свой ТикТок. Пишите в комментарии, если вы хотите, чтобы мы завели свой ТикТок. Да, пишите в комментарии и от кого вы хотите ТикТок. Вот, это очень интересно. От себя, конечно, от Александра Форсайта, чтобы он там фрексил под музыку. Ребята, вообще, на самом деле, да, прости. Да, 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 говори. Не надо никогда спрашивать, ну, понятно, тут у нас такая отбивочка, но не надо никогда спрашивать людей, что вы хотите, какой контент вы хотите. Мне кажется, это такая утопия. Если бы я спрашивала своих студентов, как и что они хотят, мне кажется, мы бы не имели бы сейчас миллиона подписчиков. Потому что надо как Стив Джобс, да, я не помню конкретно эту формулировку, но мне она как-то понравилась, что не надо спрашивать им, что они хотят, потому что они никогда бы не сказали, было бы классно, или мне вот нужен бескнопочный телефон. Нет. Все бы сказали, мне будут кнопки, да побольше. Вот, поэтому здесь, если хотим быть инноваторами какими-то, то не надо спрашивать про контент, какой вы хотите. Я консерватор, я спрошу. Я, знаешь, я не то чтобы, Мария, понимаешь, я не очень хочу в ТикТок. Другой вопрос. Если меня не попросят, я не пойду. Окей, хорошо. Так что, так что лучше, лучше тогда спросим, чтобы у Форсайта был стимул, чтобы ему сказать, давай, давай, делай. Все на ТикТока. Он, кстати, сейчас активизировался. Подписчики дорогие, для тех, кто не в курсе еще, Александр Форсайт активизировал свою онлайн-активность благодаря карантину, он ведет свой телеграм-канал ВК Паблик, Пушка Форсайт и Золотое Перо Форсайт. Подписывайтесь обязательно, там суперчумовой контент, мой любимый ресурс в интернете. Поэтому ссылки будут в описании. Вернемся сейчас к прекрасной Марии. Мы обсудили пару методов, пару методов с запоминаниями, очень круто, интересно, дерзко. И мне кажется, еще были исследования, что вот когда ты запоминаешь через что-то такое дерзкое, лучше там даже 18+, пошлое, то вот эти ассоциации лучше всего запоминаются. Влад Муравьев у нас в подкасте «Терминальное чтиво», еще когда в аудио был, он рассказывал про эту тему. Вот. Но помимо вот этих всяких лайфхаков, я помню, что ты ратуешь, за карточки в изучении слов. Расскажи, как вот работают карточки в твоей методике. То же самое. Это просто пришло из метода интервального повторения. Я понимала, что надо повторять слова не по списку, не по листочку. Иначе наш мозг начинает запоминать слова по очереди. Он такой, ага, окей, после, значит, pedestrian там идет, понятно, второе слово. Propose, понятно, потому что помнишь, что это вторая строчка. Это такие, это косты для нашей памяти. Не нужно. Нужно что-то, где мы разрываем слова. Потому что в нашей главе они будут функционировать по отдельности. Поэтому карточки мы можем перемешать между собой. И в карточках прелесть в том, что мы можем сами себя проверять с русского на английский. Когда я работала репетитором, у моих студентов у всех было по мешку просто карточек, где мы делали из картона сами эти карточки, писали все слова, которые мы изучали на уроке. На одной стороне русский, на другой стороне английский. Я их заставляла вот перед каждым уроком. Во-первых, дома это очень удобно заниматься. Тебе не надо таскать с собой учебники. Ты просто взяла там штук 10 карточек, которые ты хочешь выучить, в карман и пошел куда угодно и выучил по дороге. Вот. И сейчас я делаю то же самое. Я сама, когда учу какие-то слова, я их выписываю на такие стикеры, квадратный листочек, где с одной стороны уже есть клей, склеиваю пополам, они становятся непрозрачными, и я вот так учу новые слова. И, конечно, на основе этого метода, который, думаю, что не я придумала с карточками, он стал как мир, я создала свои наборы карточек, уже красивые, которые я напечатала, с картинками. Картинки, это тоже очень важно. Образы, когда есть образы на карточках, это важно. Так мы помогаем мозгу зацепиться за какой-то образ и лучше запомнить новую информацию, поэтому карточки, это лучшее, что мы можем, мне кажется, придумать для запоминания слов. Ну, вот пять пальцев, это супер, и карточки. А ты знаешь приложение, приложение Anki, или Anki, я не знаю, Anki? А там, где можно создавать онлайн-карточки? У меня многие подписчики просто очень любят его пользоваться, это не реклама. Вот, там тоже сами картинку вставляют, ну, это, наверное, больше геморроя, надо самому там создавать, а не покупать. Но тоже вроде многие рекомендуют. И, в принципе, этот метод с карточками, он старый, но он проверенный. Это прекрасно. У моих карточек тоже есть приложения, они все озвучены в приложении, это прекрасно, что это все в телефоне есть и так далее, но я просто очень люблю что-то пощупать. Мне нравится, когда они вот у меня, я их могу отсортировать. Я же динозавр, помните, мы с этого начали. И мне очень нравится их, во-первых, создавать, писать и так далее, и придумывать какие-то картинки к ним, но я могу их на кучке рассортировать на столе, сказать, так, вот это слово я вот плохо помню. К тому же, я вот написала его там чуть-чуть по-другому, не знаю, подчеркнула, какой-то звук, который я не могу запомнить, жирным я его выделила. Это тоже для моего мозга такой якорек, за которым можно зацепиться, поэтому я это все использую. Цвета разные, если, например, это не один цвет карточек, а разные цвета, это тоже помощь нашей главе запомнить новую информацию. Я люблю трогать. Учебники я люблю, книги я люблю настоящие, а не электронные. Но никто не отменял прогресс. Надо совмещать. Мария, наверное, один из самых популярных вопросов, которые тебе задают, это реально ли сегодня, в 2020 году, выучить английский язык самому? И, конечно, многие ответят, ну, конечно, реально, сколько бесплатных всяких источников, приложений, видосов, курсов и так далее, но при этом почему-то большинство не может самостоятельно выучить язык. Вот твое мнение, реально? И если реально, то твой роудмэп для самостоятельного изучения английского языка? Реально, если мы уберем формулировку выучить, я ее ненавижу, выучить английский. Я не знаю, скажите мне, как выучить английский, блин, я бы с удовольствием его выучила, но он, блин, не заканчивается, этот английский, он идет и идет, что-то новое, эти геймеры придумывают бесколечное количество этих слов, которые надо знать мне, как учителю английского. Поэтому выучить это дурацкая формулировка. Я за то, чтобы нам, на самом деле, не всем так и надо прям его знать на сто процентов. Нам в большинстве своем надо просто знать на определенном уровне, на котором нам будет комфортно. И когда мы вот так сильно снижаем требования к себе, которые как бы не вечно, мы можем их поднять со временем, но когда мы знаем, до какого уровня мы хотим дойти, становится проще. Мы понимаем, что английский разбит на самом деле на ступени. И эти ступени не так-то сложно проходить. Одна ступень от нуля до более-менее связать какие-то простые предложения в единое целое. Ну, два месяца занятий в разном темпе, два-три месяца, конечно, это запросто, легко, можно, конечно. И дальше так и идем. На каждый уровень от трех, я думаю, до полугода. В зависимости от того, насколько вы хотите ввести английский в свой ежедневный ритм. Как часто вы хотите заниматься и что вы для этого делаете. Если вы думаете, что будете просто тупо смотреть фильмы на английском языке, ну, вряд ли это повлияет на ваш уровень значительно. Потому что, скорее всего, вы просто привыкнете к тому, что смотреть фильм и не все понимать, это тоже нормально. То есть, так себе умение. я за то, чтобы был комплексный подход. Вы смотрите фильмы, вы выписываете новые слова, вы читаете тексты, вы слушаете аудио или подкасты на английском языке, вы делаете упражнения по грамматике по своему уровню, читаете книги по своему уровню, не так, чтобы хочу Шекспира читать в оригинале. Если я открою Шекспира сейчас в оригинале, я такая подумаю, может быть, чем-нибудь другим заняться в жизни не английским языком, потому что это очень сложно. Я читаю Шекспира на русском языке и такая думаю, а, то есть, это не потому, что я английский не понимаю. То есть, просто не все понимаю, не все слова, какие-то реалии для меня уже, они, которые надо гуглить, да, не всю лексику я даже на русском языке понимаю, о котором он пишет. Вот, поэтому можно, можно самим и нужно самим, конечно же. Вот, но просто то же самое, что со спортом. Можно похудеть дома? Как бы для меня спорт это только что похудеть. Окей, можно накачаться дома самому? Можно же, правильно? Понятно, что с тренером чуть быстрее, правильно? Да. С онлайн тренировками? Да, быстрее. Когда больше знаний? Когда есть еще какие-то специалисты, которые тебя поддерживают? Да, так быстрее. Окей, все. Что для этого надо? Достаточно ли просто приседать до упада? Нет. Поэтому достаточно просто читать книги. Надо все упражнения делать. Их очень много. Так что... Дрэг! Да. Да. Нет, 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 вы не договорили, Мария, вы договорите и дайте мне сигнал, я спрошу, кого что угодно. Нет, нет, я закончила, я про то, что когда я говорю кучу разных упражнений, разные сферы английского покрывать, как бы надо понимать, что мы говорим здесь про аудио, про говорение, про грамматику, письмо и speaking. Вот я вот эти четыре сферы имею в виду, что когда мы изучаем английский, мы должны так или иначе качать все одновременно, иначе, ну, не имеет смысла такое изучение английского языка. Если, конечно, даже если вы хотите, мне нужен только speaking, мне нужно только говорить, только разговорный, ну, как бы будешь говорить на дебильном английском, если не будешь параллельно учить грамматику. Вот. Это я вот к этому сигнал, что я закончила. А, спасибо. Значит, не, клево, особенно понравилось про Шекспира, потому что, несмотря на то, что я его на русском очень хорошо знаю и частично даже наизусть, вот, то есть я прям очень люблю, я занимался его анализом, там, вот это все, но я действительно открываю его на английском и такой фи, и дальше просто из фи я дальше уже ничего не понимаю. Да, устаревшие местоимения, устаревшие, которые не используются уже. Это жесть, но я еще хотел спросить, понимаете, Мария, вам, может быть, тоже будет интересно узнать, я не знаю ответа на этот вопрос, когда мы ездили по Балканам, Грег и Роман Минаев, с которым у нас тоже был подкаст, обязательно переходите, ссылки в описании, они пошли на фильм «Однажды в Голливуде» в Белграде, вы же его на английском смотрели, правильно я понимаю? Я еще не успела его посмотреть. Нет, я имею в виду Посмотри, посмотри, классный. Мы, 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 конечно, да, на английском, но у меня позиция, я не смотрю, я не смотрю англоязычные фильмы в дубляже, потому что это убивает часть вайба, вот, но это моя позиция. И типа вы все понимали, вообще все? Ну, скажем так, я, может быть, там было пару моментов, где я там какое-то слово не расслышал, но в целом, да, ну, я не знаю, роман вроде в целом тоже все понял. Это класс. Можно записаться к тебе на уроке английского? Я просто достаточно, достаточно много, достаточно много смотрю фильмы, я больше на английском смотрю, чем на русском, наверное, раз в пять, и читаю на английском больше, чем на русском последние несколько лет, тоже в несколько раз, ну, специфика профессии, так скажем, вот, но «Однажды в Голливуде» прекрасный фильм, обязательно посмотри, и я считаю, что фильмы Тарантино с его классными актерами, конечно, в дубляже, несмотря на то, что великолепные мастера и дубляжа в России есть, тот же Сергей Бурунов, который озвучивает Ди Каприо все роли, они молодцы, они красавчики, но, ну, все равно не то, и какие-то вот культурные реалии еще утрачиваются, какие-то там вордплеи, там, вот, как в «Криминальном чтиве», когда там он говорит шутка, там, типа, кетчап, типа, «Догоняй» и «Кетчуп», и, по-моему, в русском варианте перевели как «Догоняй кетчуп», типа, ну, потому что не смогли придумать, как перевести. Ну, ладно, это тема отдельного разговора, я что хотел сказать, я все-таки хотел добиться от тебя, Мария, роудмэпа, какого-то плана для изучения английского, для тех наших подписчиков, у которых вдруг, ну, вот, в сложной финансовой ситуации они не могут себе позволить, там, какие-то даже онлайн-курсы или еще что-то, но они очень хотят освоить английский, они очень хотят смотреть, там, подкасты Джо Рогана слушать на английском, там, подкасты, там, Грега Мастридера на английском, еще какие-то, там, контент хотят смотреть, Тарантино на английском, но пока не могут, у них какой-то школьный уровень английского, и вот, как бы им, на что им сделать, в первую очередь, упор, то есть, какие приложения, какие ресурсы, какие грамматические книги, можешь просто накидать несколько рекомендаций от себя. Отлично, хорошо, начнем с того, что нужна базовая грамматика, ну, как бы базовая, не базовая, если у вас есть базовая, значит, должна быть грамматика чуть выше уровня и так далее, грамматика, это скелет, и дальше лексика, лексика, это мышцы, и дальше одежда, окей, кожа, там, не знаю, получился какой-то фрик, скелет, грамматика, мышцы, это лексика, и дальше все остальное, украшения, там, кожа и прочая одежда, это разные тонкие, тонкие языковые конструкции, какие-то идиомы, какие-то фразовые глаголы, какие-то интересные обороты, какой-то сленг и так далее, вот, поэтому надо от этого отталкиваться, учим грамматику, как мы учим грамматику, читаем, например, книгу по уровню, есть, пишем в поисковике, тексты уровня, там, elementary, или тексты уровня intermediate, тексты уровня up intermediate, ага, как понять, какой-то уровень, пишем, тест на определение уровня английского языка, их огромное количество, мы сейчас в интернете, можно зайти и просто, сделать первый попавшийся тест, и плюс-минус он ваш уровень покажет, если не хотите делать тест, сразу пишите, тексты уровня elementary, читайте, если все понятно, окей, идем дальше, значит, print intermediate, читаем этот текст, и так определились с уровнем, перед нами текст, там уже в тексте спрятана грамматика, там уже спрятана лексика, и выписываем, лучший способ изучения английского языка, это учить тексты, прям учить, просто тупо зазубрить, зазубрить тексты, это лучшее, что можно придумать, просто самое говеное, в плане удовольствия, это неприятно учить тексты, это неинтересно, я бы точно не стала бы учить Шекспира, например, наизусть, да, ну, окей, просто потому, что у меня очень плохая память, и это сложно, но это точка роста, то есть, может быть, было бы здорово как раз-таки этим заняться, поэтому, учить тексты самое лучшее, учить оттуда, слова выписывать на карточки, на самодельные, и, и все, самое главное, чтобы информация, которая заходит, выходила, что это значит, что если мы потребили информацию, мы должны ее каким-то образом проговорить, то есть, этот текст рассказать своими словами, или выучить его, или поговорить с кем-то на эту тему, использовать эту лексику, которую мы положили в голову, вот, это, наверное, самый простой совет, самый бесплатный, что ни на есть, способ выучить английский. Мария, я придумал, как нам заработать очень много денег, хотите денег? Ну, попробуем. Смотрите, смотрите, вы сказали, что самая, самая балдежная тема, просто самая неприятная, это тупо зазубривать тексты наизусть. Так. Это работает, но это неприятно. Я сразу стал думать, где еще есть вот эта вот необходимость учить тексты. Давайте убьем двух зайцев сразу, и откроем объединенные курсы, где одновременно мы учим английскому языку и сцен речи. Там тоже нужно учить огромные прозаические тексты, и таким образом люди смогут приходить на один курс и осваивать дыхание, снятие речевых зажимов, вот, как правильно интонировать, как правильно, значит, вот ораторского искусства азы постигать, и при этом еще и учить английский, потому что они будут учить текст на этом языке. А как вам? По-моему я достоин Славы Сергея Мавроди. Вау, все! Мы миллионеры! Ну на самом деле, почему? Прикольно, по-моему. Ну да, конечно, конечно. Александр просто не знает обороты Инстаграма Марии. Я посмотрел интервью, там как бы я тебе потом расскажу, Сань. Нет, я понимаю, но просто я гарантирую миллиард долларов в час. Миллиард. Так что, я думаю, что кто от этого откажется? Кто от этого откажется? Да, откажется, потому что все равно надо будет заниматься и прикладывать огромное количество усилий. А это как бы, знаешь, не хотят. Все хотят просто. И поэтому мне приходится переодеваться. Да-да-да. Ну переодеваться, наверное, это все-таки прикольнее, чем учить огромный рассказ Паустовского Паустовского наизусть. Да-да. Хоть до каждого там Конечно. знака припинания. И может быть лучше учить там, не знаю, трактат Илью... Нет, трактат Ильюиса это тоже не всем интересно. Ну короче, придумаем, что учить. У тебя странное представление. Странное представление о том, что люди захотят учить. Трактат Ильюиса, это, я так понимаю, тот христианский чувак, который написал Нарнию, да? Да, он написал блестящие философские трактаты «Любовь, надежда, страдания». Ну, в общем, я подозреваю, что это интересно, но вряд ли многим. Вряд ли, вряд ли, вряд ли миллиардам, но посмотрим. Друзья, по-моему, потрясающий, кайфовый подкаст, и как наверняка многие знают, у нас традиционно подкасты заканчиваются на такой фристайловой ноте. Вот если вы не смотрели, посмотрите предыдущие выпуски или послушайте, мы фристайлим, подбит, иногда это получается хорошо, иногда не очень, но мы стараемся. Но сейчас мы дистанционно это все записываем, и будет странно, мы вот пробовали с фарсайтом фристайлить дистанционно, в моих инстаграм-стримах там лагает, бит западает, бэк-вокал не такой, как надо, поэтому, ну, не то. Поэтому сейчас мы решили представить вам небольшой такой творческий номер в завершении нашего выпуска с Марией, который нам очень понравился, но просто время уже поджимает, но творческий номер, без творческого номера, мы ее не отпустим. В каком порядке, друзья, мы сейчас выступим? Я могу. Ура! Ladies first! Я читаю свой рэпчик, ребята, даже без бита. Да. Поехали. Yeah! Эй, йоу! С вами училка английского, языка по натуре всем близкого. Учитесь в кайф, без особого напряга. В кризис мои курсы покупают даже скряги. С ребятами крутыми сегодня пообщались. Александр, Григорий, спасибо, что так мило мне улыбались. Такого, такого перформанса наш подкаст еще не видел. Александр, ну после этого тебе, конечно, придется сделать что-то радикально новое, чтобы чтобы слушатели и зрители я честно говоря даже не уверен потому что это было гораздо ближе к реалиям нашего века даже не знаю честно говоря как после этого надо будет как-то срочно приблизиться тоже к реалиям нашего времени потому что я твердо решил сегодня почитать древнегреческую поэзию а это от реалий нашего времени от биения пульса от нервы сегодняшнего дня как-то бесконечно далеко не знаю надо срочно как-то переобуться но остаться в тех же рамках которые изначально собирался себе задать ну ладно что сейчас происходит у всех на карантине все стремительно нищают вот ну как бы мы не нищаем с Марией потому что мы тут только что придумали бизнес на миллиард долларов в час вот но все становятся понемножку нищими и мы все это ощущаем все становятся очень бедны и вот был такой древнегреческий поэт гиппонакт который занимался в основном тем что писал стихи о том какой он нищий потому что он был очень-очень беден я злу отдам уставшую от мук душу коль не пришлешь ты мне ячменных круп меру молю не медлить я же с круп сварю кашу одно лекарство от несчастья мне каша вот такое первое у него стихотворение которое я сегодня я вам задвину на самом деле сейчас оно кажется простым но во-первых оно очень такое честное искреннее во-вторых чувак придумал хромой ямп респект гиппонакт а второе будет вот так звучать богатство бог чье имя плутас знать слеп он под кровь певца ни разу не зашел в гости и не сказал мне гиппонакт пока 30 мин серебра тебе я дам потом больше ни разу так он не пришел в мой дом трус он пау 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 прр прр ну все древнегреческий вайп словили ну просто мне дико нравится что сидит такой чувак у себя в древней Греции и такой блять вот ты сука бог богатства ни разу ко мне не пришел падла такая не знаю что-то мне это прямо доставляет виват поэзия вот красиво это все от меня сегодня немного немного гиппонакта будьте здоровы браво Александр как всегда все стихи Мария Александр пью за вас спасибо за классный подкаст подписывайтесь на подкаст терминальное чтиво на ютюбе на ютюб канал книжный чел там выходят разные шоу в том числе этот замечательный подкаст в том числе шоу книжный чел шоу мастриды посмотрите много полезного контента и про запоминания и про английский обязательно скоро кстати сделаю ролик потому что меня просят подписчики давно вот подпишитесь подпишитесь на наш подкаст на iTunes и ставьте нам там 5 звезд мы в топе iTunes русскоязычного Яндекс.Музыки и если вы нас будете дальше поддерживать будем дальше в топе будем дальше распространять качественный контент подпишитесь обязательно на Марию она кайфовая если вы вдруг еще этого не сделали Мария спасибо тебе большое пьем за тебя и как финальную такую ответочку Алла Верды сейчас я зачитаю стихотворение Перси Шелли отрывок из Перси Шелли на английском субтитры тут будут наверное сделаем легендарная его штука которая мне очень нравится Азимандий Озимэ Виват Виват Ура Ура за вас и за контент Cheers Субтитры Игорь 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 Озимандий Субтитры 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 Субтитры